Сейчас коротко о главных событиях. Народный банк Китая выпустит в Великобритании краткосрочные облигации в юанях. Эксперты прогнозируют рост китайской экономики в 2015 году на 6,9%. Бундесбанк отмечает продолжение сильного экономического роста в Германии. А теперь подробности этих и других сегодняшних новостей. Народный банк Китая выпустит в Великобритании краткосрочные облигации в юанях, что станет первым выпуском юаневых бондов за пределами КНР. Министр финансов Великобритании Джордж Осборн по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Макаем заявил, что выпуск Народным банком Китая облигаций в китайской национальной валюте в Великобритании поддержит развитие Лондона как хаба мировой торговли юанями. Осборн подчеркнул, в наших интересах иметь более глубокие и более зрелые финансовые рынки по всему миру. Он также сказал, что в рамках следующего раунда ежегодных переговоров планируется обсудить результаты исследования вопроса о возможности взаимосвязи фондовых бирж Китая и Великобритании, сообщает агентство Bloomberg. При этом аналитик гонконгской консалтинговой компании Grace Park Partners Бенедикт Ченг отметил сложность взаимосвязи бирж двух стран с точки зрения логистики. Он считает, что сторонам необходимо обратить внимание на разницу временных зон, соглашения между кредиторами и банками, а также на решение вопроса о том, в какой валюте будут проводиться расчеты по торгам. Напомним, что в этом году Китай открыл межбанковские валютные рынки для зарубежных центробанков, чтобы увеличить глобальное использование юаня. Китайская экономика в 2015 году вырастет на 6,9%, прогнозируют специалисты Академии общественных наук Китая. Об этом сообщает агентство Синьхуа, ссылаясь на доклад Академии. По оценкам правительства Китая, среднегодовые темпы экономического роста ожидались на уровне 7%, однако большинство экономических индикаторов за первые два месяца третьего квартала указывают на замедление развития экономики. В докладе говорится, что Китай будет больше полагаться на развитие инфраструктуры и увеличение потребления за счет урбанизации, чем на производство за счет индустриализации. Эксперты Академии общественных наук Китая также отмечают, что следующие пять лет будут решающими для перехода Китая к более медленному и более стабильному развитию. По их мнению, это требует принятия мер, направленных на решение проблем, связанных с сокращением трудовых ресурсов, замедлением темпов капиталовложений и изменениями структуры спроса. Обратите внимание, 23 сентября в 16.00 по московскому времени состоится выступление главы Европейского центрального банка Марио Драги. Содержание речи главы ЕЦБ может впрямую повлиять на положение европейской валюты и открыть возможность заработка. Аналитики JP Morgan и Национального банка Австралии предполагают в долгосрочной перспективе нисходящее движение пары евро-доллар. Следите за важными выступлениями, открывайте сделки, зарабатывайте на новостях. Продолжаем выпуск. Экономика Германии в третьем квартале продолжила расти здоровыми темпами, благодаря увеличению доходов и низким ценам на энергоносители, которые позитивно отразились на потребительской активности. Об этом говорится в ежемесячном бюллетене Бундесбанка. В документе отмечается, что продолжающийся рост занятости и заметное увеличение доходов способствует росту национальной экономики. Согласно опубликованным в августе данным, во втором квартале регулярные ежемесячные заработки в стране по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 3,1%. Розничные продажи в июле выросли на 1,4% по сравнению с июнем и на 3,3% по сравнению с июлем прошлого года. В докладе при этом отмечается, что восстановление промышленного производства в Германии пока не произошло, несмотря на рост новых производственных заказов. Снижение цен на нефть более чем на 50% за год сделало нерентабельными проекты в добывающем секторе на сумму до 1,5 трлн долларов. Такое мнение высказали аналитики исследовательской компании Wood Mackenzie. Они также считают, что текущие цены на нефть могут привести к сокращению инвестиций в отрасли на 30%. По прогнозам экспертов, нефтедобывающие компании мира в 2015-2016 годах снизят объем капитальных затрат на 220 млрд долларов. В июле они прогнозировали снижение на 200 млрд долларов. Особенно сложное положение из-за недостаточного финансирования будет у нефтесервисных компаний. По оценкам аналитиков Wood Mackenzie, в этом году одобрение получит всего шесть проектов по добыче нефти, а в 2016 году их будет около десяти. Ранее одобрение за год получали в среднем 50-60 проектов. Эксперты также ожидают с 2017 года резкое повышение цен на нефть. Решение о строительстве газопровода «Северный поток-2» увеличивает для «Газпрома» как коммерческие риски, так и риски по привлечению средств, говорится в сообщении международного рейтингового агентства Fitch. По мнению экспертов агентства, если «Газпрома» придется привлекать средства на строительство газопровода напрямую, это может затруднить реализацию проекта и значительно увеличить его долговую нагрузку. Летом «Газпром» договорился о строительстве еще двух ниток магистрали «Северного потока», которые увеличат его общую мощность до 110 млрд кубометров в год с европейскими партнерами EON, Shell, Engie, OMV и BASF Winter Shell. В сентябре партнеры создали проектную кампанию.